Гонка, в которой участвовал Антон, называется Iron Star 113. Это половина знаменитого триатлона Iron Man с английского «железный человек». Iron Man считается одним из самых сложных однодневных соревнований в мире. Полужелезная дистанция состоит из тех же трех этапов – плавания, велосипеда и бега. Однако каждый из них короче ровно в два раза. Тяжело уже конкурировать с воспитанниками. Я изначально стою в невыгодном положении. Мне вроде как бы нельзя забываться, что я там тренер, ученики мои. А с другой стороны, они тоже же хотят меня побить. И то есть я изначально в невыгодной ситуации. И чтобы как-то придерживать себя в форме, то есть начал марафоны бегать, а потом узнал, что есть такая триатлон, дистанция. Боксеры же все могут – и бегать, и прыгать, и плавать, и на велосипеде. А в ринг зайти тяжело, мало кто может. Антон – мастер спорта международного класса. Вместе с отцом и братом он тренирует ивантеевских боксеров. Однако сам закончил боксировать еще в 2007-м. После шестилетнего перерыва в спорте пробежал московский марафон и сразу начал готовиться к триатлону. Самым сложным этапом оказался первый – плавание. Один километр 900 метров в открытой воде. 250 человек, и все массовый старт, все стартуют с воды. И первые, конечно, 300 метров. Я вот когда первый раз участвовал, у меня еще были такие планы. Я думаю, сейчас вот тут проплыву, потом поеду через месяц в бронице, еще и еще. И в итоге первые 300 метров я просто проклял все. Я думал, оно очень-очень страшное. И когда, конечно, массовый старт, то есть такой сумбур идет друг на друге, то есть там по тебе плывут и слева, и справа, и ногой тебе могут заехать, и рукой. Ну, то есть люди не специально это все делают, но задача – выплыть быстро оттуда. По итогам первого испытания Антон оказался 111-м из 258 участников. На велосипеде ему предстояло проехать 90 километров вдоль Олимпийской деревни до Красной Поляны и обратно. Часть пути проходила по гоночной трассе «Формулы-1». Едешь, мысли, как таковых-то особо не было. Вот видишь впереди спину соперника – догнать, догнать, следующий, следующий. То есть, ну, не отдавать позиции, не сдавать. После велоэтапа в общем зачете Антон поднялся до 75-го места. И впереди у него остался только марафон на 21 километр. После плавания и почти трех часов на велосипеде многим тяжело собрать в кулак последние силы и не отстать на последней дистанции. Для Антона, напротив, бег – козырь в рукаве. Он готовился к нему особенно тщательно, пробегая по 150 километров в неделю. В результате его время стало вторым среди всех в гонке. И это позволило ему занять 25-е место в общем зачете. В боксе тоже вот говорят, приглашай девушку только на тот бой, который ты выиграешь. То есть, ну, я знал, что я неплохо выступлю, я хорошо готовился. Что сказал папа, когда приехал с таким результатом хорошим? Честно? Да. Ерунда не занимается. Спорт и физкультура – это разные вещи. То есть, когда ты в спорт идешь на результат, то есть, подчастую, очень часто гробится здоровье. Как профессиональный спортсмен Антон подходит к тренировкам с умом, консультируется у тренера по триатлону, по технике, ежедневно бегает, каждую неделю вместе с единомышленниками ездит по Ярославке по 200 километров. Считает, что без основательной подготовки выходить на такие соревнования легкомысленно. Если судить, например, по дисциплинам, да, плаванию, ну, там тоже можно напиться, в принципе, не утонешь, да, но велосипед тоже очень же опасный вид спорта. Если в боксе, например, да, есть и перчатки специальные, то есть, вот боксирует любитель, то есть, кулак не сжимается, там где-то, да, шлемы, капы, бинты, то есть, все защищено. Даже футбол и тот более травматичен, чем бокс. А велосипед, представляете, постучается завал, то есть, да, там скорость такая идет, да, и ты падаешь, то есть, ну, велосипед в хлам, и ты просто весь разобранный на асфальте, то есть, ну, очень тяжело. Ну, и бег, и бег тоже же, опять же, очень важно заниматься с тренером вот по бегу, то есть, потому что вылетают колени, вылетают суставы, то есть, начинают болеть из-за неправильной техники бега. Три этапа в общей сложности 112 километров 900 метров Антон преодолел за 5 часов 40 минут. Если в боксе ты борешься с соперником, да, то есть, соревнуешься, стараешься его обыграть, то тут у тебя идет внутренний диалог, то есть, да, ты стараешься там, ну, обогнать кого-то, но потом внутренний диалог включается, может быть, помедленнее, может быть, чуть-чуть тут пешком пройдемся, куда гнать там, ну, вот такое вот. И, конечно же, боксерское прошлое мне очень помогает, то есть, ну, как я могу сдаться? Если я раньше не сдавался, то сейчас тем более не могу сдаться, то есть, сейчас же меня никто не бьет. В планах у спортсмена берлинский марафон в сентябре – один из наиболее престижных и самых массовых марафонских забегов в мире. Ну, а дальше, конечно, подготовка к настоящему айронмену, который ежегодно проходит в разных точках мира, чтобы выявить лучших, которые будут соревноваться на чемпионате мира на Гавайях. Субтитры создавал DimaTorzok